Всех приветствую, дорогие друзья! Это очередной ремонт для одного из подписчиков канала. Как обычно, связали со мной через донаты и отправили в ремонт глушилку сотовой связи. Заявленный дефект, аппарат плохо глушит сети и не работает без зарядного устройства. Собственно, полное описание проблемы вы сейчас наблюдаете. Можете поставить на паузу и ознакомиться. В комплекте прислали зарядное устройство и саму глушилку. Она представляет из себя черную коробку с тремя антеннами для разных сетей. Что ж, проверяем дефект. Внутри действительно что-то болтается. При нажатии на кнопку включения зеленый индикатор не светится. Прибор от встроенной батареи не работает. Посмотрим, что за зарядное. Выходное напряжение 5 вольт, максимальный ток 400 миллиампер. Что ж, достаточно скудно. Посмотрим, как от нее работает глушилка. Индикация зарядки есть. При нажатии кнопки включения зеленый индикатор питания не загорается. Сети не глушатся, судя по индикации на смартфоне. Хорошо, дефект присутствует. Давайте выяснять причину. Разбираю корпус. Снимаю антенны и выкручиваю винты крепления. Далее вынимаю толкатель кнопки включения и извлекаю электронику. Сразу посыпались кусочки термоклея. Они-то и болтались внутри корпуса, создавая характерный шум. Электроника устройства незамысловато. Одна плата электроники и батарея питания от какой-то Нокии. Честно говоря, аппарат похож на явную кустарщину. Например, чего только стоит кнопка включения, припаянная на плату бачком. А зачищенная до меди маска на плате. Ну и батарея от Нокии, в конце концов. Так или иначе, мое дело выяснить, почему прибор не работает. Поэтому от обзора конструкции давайте плавно перейдем непосредственно к ремонту. Замеряю напряжение на батарее. По нулям аккумулятор разряжен. При подключении зарядного напряжение 2,9 вольта. Понемногу растет. Подождал, пока напряжение вырастет до приемлемого значения. Кстати, произошло это достаточно быстро. Сейчас почти 3,6 вольта. Можно проверить, как оно будет себя вести под нагрузкой. Включаю кнопку и напряжение начинает резко просаживаться. Что ж, очевидно, что проблема в батарее. Она совсем не держит нагрузку. Снял ее, подключил вместо нее лабораторный источник питания. Ток потребления устройства 700 мА. Зеленый индикатор горит. Связь глушится. Смартфон не видит сотовых сетей. А как только отключаешь устройство, сети появляются. Интересный прибор. Судя по схемотехнике, он состоит из трех генераторов шумов, каждый на свой диапазон частот. Но сейчас не об этом. Заказал новую батарею. По-моему, это даже лучше, чем стояло с завода. Судя по общему качеству исполнения. Давайте устанавливать ее на свое место. Определяю, где плюс и минус. Далее залуживаю контакты и припаиваю провода. Важно соблюдать полярность. Минус на большой зачищенный полигон. Плюс на дорожку, которая идет на кнопку включения. Перепутать сложно. Фиксирую батарею на двухсторонний скотч. Думаю, что это самое оптимальное решение. И по необходимости легко можно будет отклеить при помощи бензина галоши. До полной сборки проверил, как аккумулятор работает под нагрузкой. Напряжение на нем, конечно же, проседает, но в пределах нормы. Учитывая сравнительно большой ток нагрузки, можно собирать все в корпус. Вкручиваю винты и тестирую. При включенной глушилке сети не работают. Не могу проверить баланс сим-карты. А как только выключаешь, все начинает работать. Просто сказочное устройство, если бы не малый радиус, в котором осуществляется подавление сетей. Надежно работает примерно в радиусе 5 метров. Чуть больше и смартфон уже подключается к сетям. Нужна мощность повыше. Хотя для решения определенных специфических задач, такой прибор тоже подойдет. Что ж, дорогие друзья, аппарат работает и моя миссия на этом завершена. Благодарю вас всех за внимание и увидимся уже в других ремонтах. До скорых встреч!